Последний вопрос на сегодня. Сегодня президент Зеленский должен был представить нового главу область администрации Закарпатья. Это не было сделано, но аспект нас интересует больше экономический. По мнению Эрика Наймана, сегодня кем в большей степени должен быть губернатор любой области? Это должен быть силовик, экономист, медик, политик, хозяйственник или кто-то еще? На мой взгляд, хозяйственник в первую очередь должен быть. Потому что чисто экономист, а зачем? Сейчас нужно засучить рукава, разбираться с конкретными бизнесами. Просто как бы я поступал. Кто основной налогоплательщик? Список. Кто основной работодатель? Список. Какая структура экономики? Крупный бизнес, средний бизнес, мелкий бизнес? Список. Какие основные проблемы по каждому сектору экономики? Потому что мое понимание, ключевая сегодня задача местной власти обеспечить сохранность рабочих мест, людей должна быть работа. Это ключевое. Но при этом соблюдение социального дистанцирования, так называемое, то есть обеспечение достаточным необходимым количеством тестов, изолирование, быстро изолирование потенциально зараженных людей, очень строгие меры по гигиене. Но начинать нужно с рабочих мест. Потому что вот один из вопросов, который сейчас обсуждается, я в самом начале, когда еще вводился жесткий карантин, сразу сказал, что карантин убьет больше людей, чем коронавирус. Сейчас эта мысль является основным лейтмотивом не только в Украине на самом деле, а это и Европа, и США. Все понимают, что без перезапуска экономики мы получаем миллионы безработных. Вот сейчас в США безработица 22 миллиона уже безработных. Уже 22 миллиона. Это больше, чем каждый десятый в США сейчас безработных. Но безработица же порождает... Это депрессии у людей. Это увеличение риска инфарктов. У людей просто где-то может не хватать денег на элементарные медикаменты или на какое-то здоровое питание. То есть людей от высокой безработицы умрет больше, в мое понимание, чем от коронавируса. Поэтому, конечно же, нужно обеспечить здравое хранение, но у людей должна быть работа. Если люди будут съедены безработными, толку нам от того, что мы будем здоровыми. Мы умрем просто находясь дома. Потому что для того, чтобы находиться дома, у нас должны быть продукты питания, у нас должны быть предметы первой необходимости, у нас должно быть электроэнергия, интернет, водоснабжение, газоснабжение. Нам уже сегодня нужно готовиться к зиме. Хорошо, очень много газового в Украине. Но газ – это одно. У нас сейчас посевная региона. Ее нужно провести максимально качественно. Нам нужно обеспечить страну продуктами питания, причем разнообразными. Не только клубника, не только огурцы, помидоры и яблоки. Но это и фрукты, это овощи, это картошка, это зерновые, подсолнечное масло. То есть чтобы у нас разнообразное. Чтобы даже если будут проблемы какие-то с логистикой, у нас все равно останется разнообразное здоровое питание. Поэтому ключевое для требования для любого руководителя местной власти сегодня – это рабочие места. И, конечно, здравоохранение. Для Закарпатии это в том числе границы, конечно. Это в том числе жизнедеятельность как пограничного региона. Понимая, что все-таки это пограничный регион, и это тоже накладывает свой отпечаток очень значимый, в отличие, например, от Житомира.